Представьте себе, если бы Тан Сан и Тьян, герои совсем разных аниме, встретились друг с другом. Между ними началась серьезная битва на смерть. Каждый использует свои самые сильные навыки и способности, и готов сражаться до конца. Как вы думаете, кто из них победил бы в этой битве? Довольно интересный вопрос. У нас есть прекрасная возможность разобраться в этом. Создатели Боевого континента и Ву Гэн Зэ сняли крутой кроссовер, объединяющий эти два аниме. Нам показали великолепное сражение между Тан Саном и Тьяном, также известным как Хэй Лун, Черный Дракон. Зрелище необыкновенное, так как встретились персонажи совсем разных вселенной. Тан Сан – главный герой Боевого континента, а Хэй Лун – это самый сильный злодей аниме Ву Гэн Зэ. Каждый из них является одним из сильнейших персонажей в своем аниме, или пока на пути к этому. Тан Сан на данный момент не самый сильный, но в будущем наследник двух божеств, владеющий могущественным оружием, занимающий самое высокое положение на континенте. Его силы и способности, а также то, кем он станет, нам известно. Но что можно сказать о Хэй Луне – злодея аниме Ву Гэн Зэ? Если вы смотрели это аниме, вы прекрасно понимаете, насколько силен Тьян – несравненный воин древних богов, который их полностью уничтожил и возглавил новых богов. Его возраст достигает более сотни тысяч лет, а божественная сила Хэй Луна – монохромность – считается сильнейшей божественной силой среди всех. Эта сила подавляет и противодействует любой атакующей способности. Также она делает так, что каждое существо теряет свой цвет и блеск, вместе с тем лишается своей жизнеспособности. На спине у него живут два дракона, с помощью которых он может атаковать противника. Легенда гласит, что один из них дышал адским пламенем, а другой пожирал свет. Это лишь малая часть того, на что способен Тьян – черный дракон. Возможно, его истинная сила даже не раскрыта полностью в аниме на данный момент. Его противостояние с Ву Гэном и другими божествами детально описывается в аниме. На протяжении всех сезонов подчеркивали его исключительное могущество, и что его невозможно победить. Лишь в будущем Ву Гэн, как главный герой, сможет достичь такой силы. Получается, что Хэй Лун – это уже полностью сформированный злодей, на пике своих сил. Ему не нужно становиться сильнее, он уже сильнее всех. О Тан Сане этого не скажешь. Если рассматривать этих героев в данный момент, то Сан не достиг своего максимума. Он даже не титулованный, поэтому уступает в силе Тьяну. Мы видим, с какой легкостью Хэй Лун отражает все атаки Сану. Пока что он ему не соперник. Но представьте, Тан Сан станет титулованным, а также он исследует силу двух богов. Получит Трезубец Посейдона и Меч Асуры. Вот тогда будет эпичная битва сильнейших, и сказать, кто из них победит, не так уж легко. Как фанат Боевого Континента, я думаю, что на пике своих сил, будучи богом, Сан сможет превзойти Тьяну. Особенно, если будет использовать Меч Асуры. Но не стоит забывать, что Хэй Лун, Черный Дракон, тоже бог. Уровень его силы даже трудно представить. Поэтому, пишите в комментариях, как по-вашему, кто из этих двоих сильнее, и кто победит, если будут сражаться. Тан Сан или Хэй Лун? Очень интересно узнать ваше мнение. Но в данном видео, на помощь Сану приходит Вуген, и спасает его от Яна. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, и всем пока.